Здарова, ребят! Знаете вы или нет, но уже 18 июля состоится полноценный стресс-тест, можно сказать, ОБТ, глобальной версии Tron & Liberty от Амазона. И уже через несколько месяцев, 17 сентября, состоится полноценный глобал релиз. Я настоятельно рекомендую всем, кто так или иначе присматривается к Tron & Liberty, пойти посмотреть, пощупать, узнать, как оно будет играться лично для вас, посмотреть какие-то классы, составить свое впечатление, свое мнение, как это играется с нормальным пингом, в общем, как это будет сейчас современная ТЛ-ка. И специально для вас я подготовил этот ролик, в котором расскажу все от А до Я, начиная от того, как попасть на этот открытый тест, и заканчивая там какими-то уже внутриигровыми советами. Так что, приятного просмотра! Итак, начнем с такой себе ложки дегтя, а именно того, в каких странах недоступна игра. Знаете вы или нет, но Tron & Liberty недоступна в Steam аккаунтах Российской Федерации, Республике Беларусь, Казахстана и Украины. Ну, Украины там в некоторых регионах, у кого-то она доступна, у кого-то нет. И, скорее всего, если вы из этих стран, то вам понадобится аккаунт другой страны. В большинстве своем это, естественно, Турция. Вы можете скачать какой-нибудь фришный VPN, в котором есть Турция, или в котором есть какие-то регионы Германии, и зарегистрировать аккаунт, попробовать зарегистрировать аккаунт самостоятельно. Но, скорее всего, если это фришный VPN, то он так или иначе палится, и с регистрацией аккаунта у вас могут возникнуть проблемы. Вы можете пойти на все знаете какие сайты и купить там просто аккаунт за 2-3 рубля безо всяких проблем. Это такие же новарек аккаунты, просто они зарегистрированы через приватные VPN, либо какие-то VPS хостинги, которые люди сами поднимают, и, в общем-то, там с регистрацией попроще. Я в свое время купил именно такой аккаунт для игры New World, и, в общем-то, никаких проблем у меня с этим нет. Несколько месяцев назад проходил закрытый бета-тест глобальной версии от Амазона, на который попало довольно много русскоязычных игроков, и практически все они не могли зайти в игру без VPN. То есть еще одна ложка дегтя — это то, что нам нужен VPN, но у меня есть решение этой проблемы. А несколько недель назад со мной связывались ребята из прокси или VPN-сервиса Logofast, заказывали у меня рекламу. После этого я сам попробовал этот VPN, и мне он довольно-таки понравился. Ребята выдают бесплатную триальную версию на 30 дней для всех русскоязычных пользователей. У них там были какие-то заминки с оплатой. Они вроде как их пофиксили, но, насколько мне сказал менеджер, эта 30-дневная триалка все еще осталась. Так что можно зайти, в VPN-сервисе там появится баннер о том, что бесплатная 30-дневная версия для русскоязычных пользователей, кликнуть, и у тебя будет 30-дневная триалка. В общем-то, я до сих пор ею пользуюсь, меня все прекрасно устраивает. Кроме этого, когда закончится 30-дневная триалка, можно будет оплатить этот VPN-сервис через обычную карту Мир, через СБП. Никаких проблем с этим нет, ну и цены довольно дешевые. В общем-то, поддержка активная, ребята всегда на связи. Я тестил в Торрисленде, в Торрисленде ускорение работает. Я сейчас играю в корейской версии Tron & Liberty. Работает просто прекрасно, лучше, чем это работало, когда я использовал другие VPN-сервисы, намного-намного более раскрученные. Так что это именно тот VPN, который я могу вам рекомендовать. Переходите по ссылке в описании, забирайте. Я думаю, вы так же, как и я, не пожалеете. Следующее, что вам нужно, это заранее определиться с билдом. Потому что в Тейлке такая система, по которой вы сначала прокачиваете те скиллы, которые нужны именно вам по вашему билду. Потом прокачиваете дополнительные скиллы на этом же оружии. А потом и вовсе прокачиваете скиллы другого оружия. То есть, все вместе качать не получится. Потому что это лимитировано по времени, по дневным ивентам. И я не буду говорить, что я какой-то мастер с билдами, что я во всем этом разбираюсь. Нет, я поиграл довольно мало. Но я могу сказать так, что в 90% случаев, если вы вступаете в какую-то гильдию, в какое-то сообщество, то там так или иначе есть люди, которые играли в Тейлку на Корее довольно много, довольно активно. Или до сих пор играют в Тейлку на Корее. Возможно, у них уже есть готовые методички, в которых расписано от того, как вы становитесь самым маленьким крошем, и весь путь до того, как вы стали совсем опытным копаточем. Я не буду говорить, в какое сообщество вступать. Я говорю, что я уже полгода назад знал о том, куда я пойду. Это гильдия Born in Russia. Раньше они были Born in USSR, когда я с ними договаривался. Но, в общем-то, случился такой небольшой ребрендинг. Это ребята, которые уже более 10 лет играют вместе, в которых уже есть взрослый сплоченный коллектив. Я с ними познакомился еще в New World несколько лет назад. Тогда все показались мне адекватными, приятными людьми. Я уже понял, что в целом с этими людьми можно иметь дело, что там как просто приятные собеседники, так и есть хорошие задроты, которые действительно скилловые игроки, которые рассчитывают на участие в каком-то бигваре. В общем-то, это гильдия, которую я смело могу рекомендовать. Но вы сами знаете, где найти ссылку на них. Итак, вообще по скиллам, по прокачке скиллов. На прокачке у вас будет доступно 3 типа скиллов. Это Defense Skills, это ваш блок. Active Skills, это просто активные ваши скиллы. Passive Skills, это, ну, соответственно, пассивки. И также у вас будет доступна прокачка определенного оружия. В каждом оружии будет своя ветка. И в зависимости от того, какое оружие у вас сейчас выбрано, та ветка у вас будет работать. В общем-то, в этом ничего сложного, разберетесь. И отсюда вы выбираете, какие скиллы вы хотите использовать, и перемещаете их на свои Quick Slot. То есть у нас есть 12 слотов с активными скиллами, которые мы можем использовать. 1 блок и 8 пассивок. Пассивки между собой комбинируются. Например, есть у нас даггеры, есть у нас Great Sword, есть у нас арбалеты, которые так или иначе работают через критовые механики. И в этих оружиях, ну, по крайней мере, раньше так было, когда я играл, были пассивки на криты. То есть эти оружия поэтому хорошо любятся, потому что из них можно разные пассивки выбирать, и они будут между собой комбинироваться. Вот эти пассивки, вот эти активные ветки из того или иного оружия работают лишь в том случае, если у вас выбран определенный тип оружия. То есть я сейчас выбрал посох, у меня сейчас в таком случае работает ветка посоха, выбрал ванд, у меня работает ветка из ванда. Для прокачки этих скиллов вам необходимы книги, для дефенс скиллов и актив скиллов вам нужны одни книги, это просто тренинг-буки. Для прокачки пассив-скиллс вам нужны импрумент-буки. Эти книжки у вас зарабатываются из вот этих ивентов, какие-то из них проходят в мирке, какие-то в конфликте, какие-то в гильдейном соревновании. Это ивенты просто убей босса, это ивенты поучаствуют в каком-нибудь wolf hunting ивент, приди убей определенное количество мобов и так далее. В общем-то эти ивенты, это можно сказать, основная open world активность, то есть вы будете играть от ивента к ивенту. Кроме этого, множество книжек вам будет даваться по мере прокачки по различным квестам в награду. Вообще, эти книжки будут сыпаться, можно сказать, что отовсюду. Просто вначале у вас будет доступно не так много активности, и вы как раз таки по этим активностям будете гриндить эти книги. Но одна из самых главных механик, с которой вы будете лутать книжки, с которой вы будете лутать ресурсы для заточки, с которой вы будете лутать ресурсы для предметов, рецепты на предметы, это ваш контракт менеджер. Здесь у нас, как вы видите, вот у меня есть просто коробки с ресурсами, здесь у меня есть рецепты для крафта какого-то шмота, здесь у меня есть ресурсы для заточки, ресурсы для улучшения пассивных скиллов, то есть у контракт менеджера у вас будет дропаться все-все-все, что вам нужно, и при этом у вас есть еще абиссал токены, которые нужны для того, чтобы для похода в данж. Так что контракт менеджер — это ваш лучший друг, как на прокачке, так и, в общем-то, на капе. У него достается все, и если вы не хотите, например, перейти уже в какую-то лейт-стадию, где вы будете там за 50-й левел и прийти в эту лейт-стадию с зеленым шмотом, приходите к контракт менеджеру, обновляйте его квесты, смотрите, чтобы у вас выпал там, выпала какая-нибудь, выпал какой-нибудь синий рецепт для какого-то синего шмота. Кроме этого, в игре такая система прокачки, что вы приходите в определенную локацию, открываете вот этот телепорт, вот как, например, вот здесь, и вместе с этим вам становятся доступны квесты в определенной области, если вы уже прокачались до какого-то уровня, то есть, если это область, там, условно говоря, 35-го уровня, там, 39-го уровня, если я 39-го уровня прихожу к ней, открываю этот телепорт, мне доступны новые квесты, если я ниже 39-го уровня, квесты мне недоступны. И для того, чтобы их открыть, вам, соответственно, нужно апнуться по опыту, часто бывает такое, что опыта недостаточно, и, опять же, тот же контракт менеджер нам с этим очень сильно поможет, у него есть, у него во всех квестах дается опыт. То есть, просто приходите, выбираете квесты, которые вам удобны, и так выполняете. Своего первого персонажа, который был на Корее, я так именно и прокачал, через Канина Виллич, приходил сюда, брал квесты у контракт менеджера, на сбор пеньков вот здесь, и на отправку мейл сообщений, просто делал круг, выходил отсюда, копал три пня, отправлял вот здесь сообщение почтовое, бежал назад в город, тпшился назад в город, опять же, все это делал, и рефрешил все это по кругу. И, в общем-то, так, довольно быстро, я там прокачался с 45-го или 47-го до 50-й, очень-очень быстро взял кап. И, в общем-то, на этом все, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Не забудьте написать о том, пойдете ли вы на оба ТТЛ-ки, и, в принципе, планируете ли пойти на релиз. Лично я считаю, что идти на релиз ТЛ-ки просто обязательно всем, кто так или иначе любит MMORPG, кто играет в MMORPG, потому что ближайшие проекты, которые будут именно полноценные, крутые MMORPG, это после ТЛ-ки у нас, наверное, будет Archeage 2, который в лучшем случае выйдет в конце 25-го, а то и в 26-м году на корейскую аудиторию. После этого, когда там будет глобал релиз, вообще неизвестно. Есть еще Ashes of Creation, с которым вообще ничего не понятно, когда он выйдет и выйдет ли. И если вы из тех, кто ждут именно полноценного русского релиза, кто ждет русификации, может быть, снятие регион-блока для РФ, ну, удачи вам, ждите, ребят. Ближайшая MMORPG, которая выйдет на русском, для нас, это Pioneer, и Pioneer, это, как вы понимаете, ну, вообще не та MMORPG, ну, вообще не из той оперы, то есть это больше шутан, такой, больше экстракшн-шутер. А если говорить о том, выйдут ли они вообще в ближайшие 5 лет, то, ну, ну, удачи подождать, в общем-то. Так что ждем, играем в то, что есть. Так что я считаю, что всем, так или иначе, must have пойти попробовать ТЛ-ку, всем, кто любит этот жанр, кто в нем, так или иначе, варится. Не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, если вы хотите видеть больше новостей по Tron and Liberty, потому что, потому как у нас скоро ОБТ, потом у нас после этого будет релиз, роликов по ТЛ-ке будет все больше, больше и больше. С вами был Колд, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok